Девушки отдыхают 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 Понимаете, не могу. Что значит не могу? Не могу, это пережиток, с которым нужно бороться. Яшенька, но не же вещи, которые так сказать, души нас. Слушайте, таких вещей нет и не должно быть. Ну, как бы мы могли с ней? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем нашу серию передач, посвященных 70-летию нашего дорогого, любимого театра Одесского театра музыкальной комедии имени Михаила Григорьевича Водянова. И вот мы начали с фрагмента фильма-спектакля «Белая акация», который был снят уже, можно сказать, почти 60 лет тому назад. 56-й, по-моему, 57-й год. И в кадре мы видели там рядом с Михаилом Григорьевичем Водяным Евгения Михайловна Дембскую, которая сегодня у нас в студии, которая до сих пор работает в театре. Народная артистка Украины, кавалер ордена княгини Ольги, почетный гражданин города Одессы. И вот буквально неделя чуть более тому назад, 15 ноября исполнилось 70 лет работы Евгения Михайловны в театре музыкальной комедии. Так мало того, мы еще в канун вашего дня рождения собрались, да? У вас 28 ноября, по-моему, день рождения будет? Да. Евгения Михайловна, ну, давайте вспоминать и этот спектакль, и вообще вспоминать. Вы, по-моему, переиграли во всех спектаклях, которые шли в театре музыкальной комедии за эти 70 лет. Я очень любила этот спектакль. А Миша Водяной был прекрасный партнер. Он так располагал к себе, располагал к тому, что ты говорила, что невозможно было фальшиво сказать что-то. Водяной был прекрасный, прекрасный артист. И я всегда вспоминаю его. И правильно, что я работаю в театре имени Водянова. Я счастлива. Счастлива, что я еще работаю. Что я еще... Я, правда, занята только в двух спектаклях. Моя прекрасная леди и Балчись короля. Евгения Михайловна, у нас вот есть фотографии, давайте мы их посмотрим. Может быть, даже и откомментируете. Фотографии, где вы, вот, посмотрите на монитор, вот видите, вы там в разных-разных совершенно ролях. Ну, это много фотографий. Хорошая память. Ну, тоже фотографии из... Это Марица. У вас, если вот вспоминать все вот роли, которые вы сыграли в театре, может быть, какие-то могли бы выделить для себя особенные? Вот какие для вас самые были памятные премьеры, памятные гастроли? Боже мой, сколько-то лет тому назад. Да. Сколько это лет? Это Марица. Вот театр, кстати, очень необычно открывал свой юбилейный 70-й сезон. Вот театр открывал с того, что делал променад по городу Одессе. Вот. И когда был вот этот марш, да, вот когда театр по Одессе открывал свой юбилейный сезон, вот, вы тогда ехали по Одессе в такой символической короне, да, то есть вы были царицей тогда. Тут тоже есть эта фотография, вот мы ее обязательно еще увидим и посмотрим. То есть, по сути дела, вас скороновали как королеву оперетты, я так понимаю, да? Ну, давайте вспоминать ваши роли, ваших партнеров, ведь вы, в принципе, играли, ну, со всеми поколениями, наверное, артистов, которые играли в театре уже за время 80-летия. Да. Вот, меняются, меняются актеры, да, приходят молодежи. Меняются актеры, приходит молодежь, хорошая молодежь бывает у нас очень. Я рада, когда к нам приходят талантливые люди, которые отдаются всем, всей душой своей, всем сердцу, театру. Это очень дорого. Вот, ну, конечно, такие, как у нас актеры сейчас, очень хорошие. Вообще-то, эта традиция, вот, если брать по десятилетиям, вот, существование театра, постоянно в театре существуют определенные, очень крепкие, очень мощные костяк актеров. Ну, можно вспоминать, так сказать, там, 50-е, 60-е годы, можно вспоминать 70-е, 80-е. И сегодня тоже трупа, в общем-то, насыщая. Да, Зобгородье, которое очень давно уже работает, Аганезово. Фролова. Да, Фроловы, это вообще тоже наша гордость. Вот, и... А казалось бы, совсем недавно они совсем молодыми пришли в трупы, да? Как это недавно? Нет, они уже давно. Нет, ну, я помню, когда Михаил Григорьевич работал, это, собственно, он их как-то собирал в трупы. Нет, да, работал, они сливались в одно тогда, понимаете, это важно. Когда у тебя партнер хороший, тогда по неволе ты тоже отдаешься этому партнеру, в смысле того, что ты тоже, становишься хорошим артистом. Ну, давайте мы еще посмотрим один фрагментик с вашим участием, фрагмент из фильма «Белая касса». Давайте мы посмотрим. «Белая касса» Несмотря на то, что Бога нет, но, поверьте, я для вас бы сделать мог то, чего не смог бы сделать даже Бог. О, вам стоит только приказать, пожалуйста, я все для вас готов достать, пожалуйста, в любой готов принять я плам, Кино, на танцах, ресторанах, пожалуйста, скорее прошу мне дать ответ, пожалуйста, не говорите только нет, пожалуйста, Но я должна вас попросить, ну хоть чуть-чуть ровнее быть. «Белая касса» «Белая касса» «Белая касса» Ничего того, что было, нет по мине, по-серьезному влюбленный в первый раз. Я же я не углаю вас. По причине, в данном случае, зависящий от вас. У меня, дынефи. Это несомненно. Он узнает будет, как переплывать. Я даю вам, лора, слова джентльмена, что на это дело мне плевать. Я не знаю, что мне делать, как мне быть Жить не надо, философски подходи Любой исполню я приказ, пожалуйста Хотите, чтоб я скрылся в глаз, пожалуйста Чтоб я луну достал до небес Чтоб я в огонь для вас полез Пожалуйста, скорее прошу мне дать ответ Пожалуйста Не говорите только нет Пожалуйста, моя долба вас попросить Ну хоть чуть-чуть ко мне не быть Серьезней, пожалуйста Покойней Покойней, пожалуйста Столиней, пожалуйста Покойней Серьезней, пожалуйста 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 Вот смотри на этот фильм Понимаете, что мне дорого Что все искренне Ничего не переиграно Тут же можно переиграть Такое утворить А все искренне Я вспоминаю слова чудесного нашего режиссера Гринспона Языкина Брановича Он всегда говорил Лучше на две копейки не доиграть Чем на одну копейку переиграть Понимаете? Но действительно Вот это тут и эта вещь Что переиграть это невозможно Это искренность Это Каждая фраза Ты веришь этому Это не игра Ну поэтому спектакль и стал классикой Потому что действительно Там каждый звук Я имею ввиду музыкальный материал И каждое слово Либреты Совершенно точно Они настолько от сердца И настолько это сердцем сыграно И до сих пор вот этот спектакль В 56-м году По-моему в 56-м поставили В 57-м сняли фильм Да С по-этом То есть я ровесник этого фильма Вот Продолжая смотреть уже миллион раз Его смотрел Он каждый раз смотрится Вот как Вот какой-то очень живой организм Да Вот что-то очень живое Это наверное огромное счастье было Вот Сыграть в этом спектакле У нас счастье счастье Что у нас прекрасный Главный режиссер Прекрасный главный дирижер Это очень Так сказать Обязывает артиста Подчиняться им Потому что Умение руководить Тоже не каждый владеет И вот наш режиссер Главный 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 Болитмейстер Главный Дирижер Понимаете Они все нам Дают Дорогу правильную Они подсказывают нам Как идти Это очень важно Да Для актера Очень важно Потому что актер Это же тоже Очень хрупкий инструмент Да И надо уметь Его раскрыть Этого актера Надо уметь его преподнести Это легко Вы говорите Хрупкий инструмент Это он немножко Помогает артисту Да Защищает артиста Да Это вы правы Ну С этим спектаклем Театр объездил Очень много гастролировал И не только с этим спектаклем И вы наверное помните Да Были очень памятные гастроли Да И в Москве И в Ленинграде В Ленинграде И в Америке И в Америке были Да Принимали везде Очень здорово Прекрасно принимали Это гордость наша Что ходили Билетов не было Ну одна из ваших Таких самых знаковых Мы очень много ролей переиграли Но одна из самых памятных ролей Наверное все таки Сильва Я так понимаю Да Да Лучшего спектакля Чем Сильва Не может быть Это спектакль сердца Души Чувства Ее нельзя играть Этот спектакль Ее надо переживать Недаром У меня после Во время Репетиции Помню Меня вызывали Скорую помощь Да Да Потому что Этот спектакль Который Это неповторимый спектакль Короче Поэтому его очень сложно играть Сильва Душу отдаешь Хотя казалось бы Это легкий жанр Но для актера Очень разумно Говорите Ну тоже В общем Приходилось переживать Такое На сеть Евгений Михайлович Давайте мы посмотрим Еще отрывок У нас есть Давайте Посмотрим Послушаем Послушаем Ваш прекрасный голос И посмотрим Еще один отрыв И посмотрим Еще один отрыв Ваши Наши приглашение Душа Лина Лиза Саня Кося Люба Женя Я не знаю Даже кубы Мы назвать тебя готовы Я вас вижу В первый раз Мы вертаемся Сейчас Имена Воскрывать Воймите Небо в основание Небо в основание Петя Боря Вася Витя Жора Коля Баня Умоляем вас Поверьте Жать не томите Жать не томите В эти Женец Похволь В эти Чем вам жадно Не гадайте Не трудитесь Все равно не назову Если вы Удалитесь Я ужасно Расчернусь Вы на свете Слышите счастье Если вы Уйдете Чекла Наша Марш Вася Вася Куша Даша Вот На дереве Мне шутка Необдуманная шутка Я сказала Нет Нет Необдуманный ответ Вы каким путем Необдуманная шутка Необдуманная шутка Необдуманная шутка Да И вот Театр будет Отмечать Свою юбилей Этим спектаклем Наконец-то Белая касса Будет поставлена В нашем театре музыкальной комедии Но уже следующее поколение Ну интересно будет посмотреть На современное прочтение Белая касса Да Потому что понятно Один в один Вот поставить так Как он тогда был Очень разумно Это наша Елена Григорьевна Директор нас Она чувствует Очень хорошо театр Она чувствует Актеров Чувствует Спектакли Она очень разумный человек И правильно делает Сейчас это Ну дело в том Что она что Не только администратор Да Она же еще и театровед В общем Да Безусловно И она конечно Театр понимает Не только с точки зрения Организации всего процесса Но и с точки зрения Организации именно творческого Да Совершенно точно Совершенно точно Очень правильно вы говорите Она живет этим театром Конечно Она мыслит этим театром И очень больно Если какие-то поступки Которые ей Не по сердцу Это очень больно Потому что она Очень искренне Душевно Любит театр Ну Она человек крепкий И понимает театр Не важно Не только любить А понимать театр Понимать актеров Понимать спектакль Который поставлен Это не так просто А вот из тех спектаклей Которые недавно появились Да Вот и в юбилейный сезон Да Вот какие на вас Спектакли произвели Наибольшее впечатление Из последних премьер Ну на меня Моисей наверное А? Моисей Моисей да И последнее Болсовой Тоже мне понравился А вы смотрели И жили Посмотрим с вами И с удовольствием Послушаем эту прекрасную музыку Костя Вы всегда были Но вы мне напоминаете Какой актер Актер был Букет Как вы играете Как вы играете Остаться нельзя Ну и не расставайтесь Никогда Давайте мы посмотрим Еще один отрывок Хорошо Мы еще послушаем Прекрасную музыку Посмотрим Как нам не хватает Вас в театре Я в зале Всегда сижу и аплодирую Евгений Михайлов Все нормально Спасибо вам большое Давайте еще отрывок посмотрим Оська Ой Ой Как ты похорошела Оська Мне нужно с тобой Серьез Поговорить Какой я пласть А сухой Сила Ты послушай Это очень важно Сейчас может Противорит А где он Ты не знаешь Что он мне придется Нет не знаю Понимаешь Ты ему не писала У меня было столько дел Я тебе стези Мне вещи Передела Тут затянула Опустила Он очень волновался Ооо Это не ему на пользу Да Сонечка Знакомься Это помощник кинорежиссера Женечка Мургунов Здравствуйте Послушай мне Лора Знаешь А меня сейчас снимали в кино Крупным планом Скоро у меня увидят все Хочешь послушать А? Женечка Можно один раздвиг Для вас пожалуйста Но ты послушай мне Лора Послушай Какой у меня голос Женечка говорит Что у меня очень Фотогеничный голос Дорогие товарищи Поздравляю вас Благополучное возвращение Это я А просто хорошо Женечка Где вы пропали? Одну Ой Иду 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 Я хочу еще разик послушать Пожалуйста Поградите ручку Я сейчас Это был очень трудный рейс Да Я знаю Ему было так тяжело Без тебя Ведь это так трудно ждать Один месяц Два месяца Я же ему как-то писала И это было День его праздником О, иди сюда Я тебе забыла рассказать Там интересное Вот послушай Я здесь познакомилась С чудесными мальчиками Маргунов танцует Как боже Знаешь это Эй мамбо Мамбо Италиано Эй мамбо Мамбо Италиано Та-ля-дну Дли-ди-ли-дай-та Я стала посылать его радиограммы От своего имени Что? Пойми Лорису Я не могла иначе Значит это уж слишком Я бы ты знала Какими словами Он отвечал на эти радиограммы О том Он почему-то перестал отвечать Может быть он перестал верить тебе Это чепуха Он не верит И никуда с меня не верит Ловечка, Ловечка Почему вы не остановили магнитофон? Женька, я хочу еще разник послушать Можно? Пожалуйста Я только перемасаю Иду-иду Какой ты спи как? Это все из белой кассы Это белая касса? Вы же очень слабо не узнала Да, это белая касса Больше полувека прошло Конечно можно что-то забыть Я так понимаю Евгений Михайлович Итак, еще раз Народная артистка Украины Кавалер ордена княгини Ольги Почетный гражданин города Одессы Легенда Одессы Легенда Одессы Легенда театра Человек, который проработал в театре Ровно столько лет Сколько существует этот театр Я думаю, что любой актер Этому может просто позавидовать Я и мы находимся в преддверии Вот 28 ноября У Евгении Михайловны Будет день рождения Да Ну, заранее не поздравляют Вот Но тогда мы будем поздравлять С 70-летием работы в театре То, что исполнилось 15 ноября Спасибо Меня уполномочил театр Меня уполномочила Елена Григорьевна И вся труппа театра музыкальной комедии Прямо в эфире Поздравить вас Пожелать вам здоровья Пожелать вам вашей искрометной улыбки Спасибо, моя любовь Чтобы вы всегда были рядом с нами Потому что вы действительно Мы вас любим Мы вас очень любим Вы Вот то наше самое другое Вот тот наш клад Понимаете Вот Что у нас есть Спасибо вам Спасибо вам Вам спасибо За доброту вашу За сердечность вашу За вашу Интеллигентность За такое Понимаете Вы Заставляете меня плакать Татьяна Михайловна Ну Извините Бога ради Извините Нет Спасибо вам Спасибо вам Будьте здоровы Будьте здоровы Спасибо Постараюсь Да Постараюсь И ваши сверкающие глазки Всегда нас вдохновляют Спасибо 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 Редактор субтитров А.Семкин